Власти Тайваня обратились к Японии с заявлением после референдума. На нём большинство жителей острова проголосовали за сохранение запрета на импорт японских продуктов из префектур, затронутых аварий на АЭС Фукусима. «Министерство иностранных дел будет и дальше держать связь с Японией по вопросу результатов референдума. Мы будем решать проблему с осторожностью и надеемся на понимание с японской стороны. В конце концов, референдум – это воля изъявления тайваньских граждан». В голосовании приняло участие 10 миллионов из более чем 19 миллионов тайванцев, имеющих право голоса. Из них 7,8 миллиона поддержали сохранение запрета на импорт. Этого числа оказалось достаточно, чтобы результаты референдума считались действительными. Впрочем, многие жители жалуются, что правительство не предоставило исчерпывающую информацию ещё до голосования. «Правительство нам чётко не объяснило, почему мы должны соглашаться на такой импорт. Если мы согласимся, то как будут защищать наши права? Правительство должно было это разъяснить. А так я, конечно, проголосовала против импорта. Чем выше стандарты безопасности, тем лучше». «Пока мы не видим механизма, как правительство будет проводить проверки и каковы условия снятия запрета. Главная проблема в том, что общественность волнуется и сомневается». Япония выразила сожаление в связи с решением тайванцев. «Очень жаль, что, согласно результату, тайваньские потребители ещё до конца не уверены. Мы используем любую возможность, чтобы прояснить ситуацию, и будем призывать Тайвань как можно скорее снять запрет». Согласно запрету, в Тайвань не импортируют продукты из префектур Фукусима, ибараки, гума, татиги и тиба. Закрытие границы Сан-Исидро в мексиканском городе Тихуано уже стоило местной экономике миллионов долларов. КПП считается самым оживлённым в Северной Америке. Временное закрытие спровоцировал наплыв мигрантов из Центральной Америки. Они пришли караваном к границе с намерением нелегально попасть в США. «В минувшее воскресенье мы потеряли 5,3 миллиона долларов. Это что касается компаний в Сан-Исидро. Также были затронуты компании в Чулависта, Нэшнл-Сити, Сан-Диего и других. У нас отменено бронирование более 8 тысяч номеров. Если точнее, более 8 тысяч 800 с обеих сторон границы». Между тем, американское правительство настаивает на том, что принимать мигрантов будет только легальным путём. Президент США Дональд Трамп в своём твиттер отметил – Мексике стоит вернуть размахивающих флагами мигрантов, многие из которых закоренелые преступники, обратно в их страны. Делайте это на самолётах, автобусах или другими путями. Но в США они не попадут. Если будет необходимо, мы закроем границу бессрочно. Некоторые мигранты уже решают вернуться самостоятельно. Другие же намерены стоять на своём. «Я хочу попасть в США и найти работу, потому что я оставила свою семью в Сальвадоре. Там очень плохо. Посмотрим, смогу ли я помочь семье. Там найти работу сложно». Мигранты идут через Мексику большими группами, которые называют караванами. В настоящее время в Тихуане у границы находится около 7 тысяч человек. И ещё около 800 – уже на подходах к городу. Многолетняя засуха в Афганистане вынуждает сельских жителей переезжать в города, где легче получить гуманитарную помощь. По данным ЮНИСЕФ, в западных провинциях Герат, Бадгис и Гор свои дома бросили более 220 тысяч человек. Кроме того, из-за голода, вызванного засухой, родители отдают замуж или женят детей и подростков. Так они получают деньги, которые позволяют им отдать долги и прокормить остальную семью. В некоторых регионах 80% браков – детские. «В Герате и Бадгисе за последние четыре месяца в семьях внутренних переселенцев 161 несовершеннолетний в возрасте от одного месяца до 16 лет был отдан замуж либо обручён, либо продан, потому что их родители в долгах». По данным ООН, многие афганские семьи и сельской местности недоедают. Они продают скот, но денег не хватает, поэтому дети становятся заложниками ситуации. При этом страну раздирает многолетняя война с террористической организацией «Талибан», запрещённой в России и других странах. Из-за вооружённого конфликта погибают и дети. «За первые три квартала этого года пять тысяч детей были убиты либо искалечены, что равно общему числу убитых и раненых в 2017-м. Поэтому мы ожидаем, что к концу года это число возрастёт». По оценкам ЮНИСЕФ, к концу 2018-го от недоедания будут страдать 600 тысяч афганских детей. Европейский союз призвал Вашингтон и Пекин начать обсуждать пути реформирования Всемирной торговой организации, чтобы она не оказалась парализованной. Ранее Брюссель опубликовал предложение по реформированию системы урегулирования споров в ВТО, которые уже согласовали с Китаем, Индией и другими странами. Теперь же ЕС надеется устранить пункты, которые вызывают недовольство Вашингтона. Так, эксперты Белого дома отмечали, что эта система представляет угрозу суверенитет у США, особенно в антидемпинговых делах. «Теперь мы работаем над этими реформами, по некоторым с США и Японией. Но также во многих областях мы обсуждаем их с другими странами, поскольку реформа необходима». Трёхсторонние переговоры с Японией и США сфокусированы на совместном желании исправить нарушение рыночного равновесия. Среди таких искажений – субсидии государственным фирмам и принудительной передачей технологий. В подобных практиках обвиняют в основном власти Китая. «Если мы это не реформируем в ВТО, а Китай в этом случае не просто должен будет поставить подпись, а активно участвовать, то правила игры на рынке установят другие, за пределами ВТО. Не знаю, принесёт ли это пользу Китаю или остальному миру». Вашингтон также критикует ВТО за то, что она не может справиться со странами с нерыночной экономикой. А к таковым причисляют и Китай. Улицы австралийского Сиднея, крупнейшего города страны, внезапно превратились в реки из-за проливных дождей. За несколько часов выпало более 100 миллиметров осадков. Это больше месячной нормы для ноября. Затоплены дороги, железнодорожные станции и жилые дома. Более 8 тысяч домов без электричества. «До сих пор есть большие риски внезапных наводнений, поскольку впереди новые грозы и сильные ветры». На дорогах много аварий. Один мужчина погиб в ДТП во время шторма. Двое полицейских серьёзно пострадали, когда помогали другому застрявшему автомобилисту. На них упало дерево. «За шесть часов машины скорой помощи выехали на 47 ДТП по всему штату. Это в четыре раза больше, чем обычно. 33 из них произошли в Сиднее. Девять человек при этом доставили в больницы. Среди них офицер полиции, который помогал людям в условиях наводнения». Произошли сбои и в работе аэропорта Сиднея. Рейсы отменяют либо задерживают, поскольку работает лишь одна взлётная полоса. Жители города призывают оставаться дома и не использовать транспорт. От рождения до глубокой старости. В испанском городе Нарон решили продвигать здоровый образ жизни для людей всех возрастов. Цель за два года – суммарно сбросить 100 тысяч килограммов лишнего веса. Такую цель власти города с населением в 40 тысяч человек поставили в январе этого года. К программе уже присоединилось 4567 участников. В среднем они сбрасывают по 2,2 килограмма в месяц. Инициатива нацелена на борьбу с ожирением, малоподвижным образом жизни и связанными с этим заболеваниями. Всё началось с исследования, которое врачи провели ещё в 2009 году. «Мы обнаружили, что преобладает малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности, избыточный вес и население с ожирением, постоянно высоким кровяным давлением и диабетом, курящая и потребляющая токсичные вещества и алкоголь». Программа включает специальные уроки в школах, где детей учат правильному питанию. Также для школьников увеличили количество спортивных занятий с двух до пяти в неделю. А в столовой готовят здоровую еду. Для взрослых организовали группы для спортивных тренировок. «Весь мой образ жизни изменился. Раньше я с этими людьми не была знакома. Теперь мы познакомились. Мы перезваниваемся и ведём активный образ жизни. Я чувствую себя лучше». «Живу лучше с каждым днём. Забочусь о себе. Чувствую себя счастливым». Также людям предлагают консультации диетологов. «Я решила поучаствовать ради здоровья, физического и психологического. Я очень счастлива. Состояние стало намного лучше». Участвуют даже рестораны города. Шеф-поваров учат готовить блюда с более низким содержанием жиров и соли. Буэнос-Айрес украшают примерно 2200 скульптур из бронзы, мрамора, камня и гранита. Этим аргентинская столица отличается от других городов Латинской Америки. Но в то же время произведения искусства постоянно нуждаются в руке реставратора. Спасают памятники культуры в специальной мастерской. Здесь без устали работают 15 реставраторов. Многие статуи пострадали от времени, солнца и дождей. Но большинство повреждено вандалами. Каждый месяц они портят два десятка скульптур. «Я горжусь своей работой. Но грустно, что так много ценных предметов искусства повреждают умышленно. Наш долг – реставрировать и сохранять статуи. Но хочется, чтобы приходилось восстанавливать памятники пострадавшей от времени, а не от вандалов». Реставраторам приходится очищать от краски разрисованные скульптуры и восстанавливать отломанные пальцы, руки и другие части статуй. Вандалы не щадят даже скульптуру футболиста Лианеля Месси. Её повреждали уже три раза. Но обиднее всего специалистам за старинные памятники искусства. Многие прекрасные статуи Буэнос-Айрес покупал во Франции в XIX и XX веках. «Нам кажется, что многие не чувствуют связи с произведениями искусства и поэтому повреждают их. Они ничего не знают о скульптурах и не понимают их значения, поэтому не ценят». Власти города ежемесячно тратят почти 800 тысяч долларов на то, чтобы привести в порядок памятники искусства. Ну а реставраторы приглашают горожан в свою мастерскую. Они хотят, чтобы те прониклись чувством важности сохранения статуй. На фоне этого чёрно-белого быка по кличке Найкерс все остальные члены стада кажутся телятами. Найкерс живёт на ферме в Западной Австралии. Такие гигантские размеры принесли быку неожиданное спасение. Местная скотобойня просто отказалась его принимать, заявив, что не предназначена для таких огромных коров. Найкерс принадлежит галштинно-фриской или просто галштинской породе. Родина этих коров – Голландия. Это самая распространённая на планете порода молочного скота. Галштинские коровы весят до 750 килограммов. Быки могут весить больше тонны. Средний рост этого скота – примерно полтора метра. Однако Найкерс вырос до 194 сантиметров. Теперь он до конца своих дней будет жить на ферме владельцев. Австралийский бык немного не догнал в росте рекордсмена из Италии. Бык по кличке Беллина вырос до двух метров трёх сантиметров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова